Рабочий день депутата Государственной Думы Оксаны Пушкиной начался с осмотра Зареченской школы, которую реконструировали по авторскому проекту. Супруги Керимовы профинансировали строительство и теперь в Одинцовском районе появилось уникальное образовательное учреждение. Оксана Викторовна отметила, что в школе профессиональный коллектив любящий свое дело. В ней созданы очень комфортные условия для детей. Зареченская школа, адаптированная под детей с ограниченными возможностями здоровья, на каждом этаже пандусы и туалет для инвалидов. Оксана Викторовна признается, что далеко не все образовательные учреждения могут похвастаться наличием катка. Каток такого размера, на котором можно проводить даже соревнования, удивил. И очень порадовалась я за Иру Слуцкую, чья школа здесь. Оксана Пушкина подчеркнула, что такой большой школе необходим штатный врач. Этот вопрос она пообещала решить в кратчайшие сроки. Также в ходе рабочей поездки депутату Государственной Думы показали новый детский садик, который открылся в конце прошлого года. По ее словам, современные дошкольные учреждения – настоящий рай. Тут и просторные детские площадки, и интерактивные стены, и даже бассейн с горками. После активные мамы детсадовцев пригласили Оксану Викторовну на чаепитие, где в неформальной обстановке обсудили острые и наболевшие вопросы, среди которых уменьшение кредитных ставок по ипотеке для многодетных, создание ясельных групп и увеличение декретного отпуска с продлением выплат. Для того, чтобы любое такое масштабное явление созрело, необходимы запросы, так называемое техническое задание. Чем больше будет запросов, вот нам кажется, что это ерунда наивная. Как оказалось, это не ерунда. Вот эти все круглые столы при Государственных думах, парламентские слушания, они возникают из ваших маленьких конкретных историй. Рабочая поездка депутата Госдумы завершилась личным приемом. Жители обращаются к Оксане Пушкины с разными проблемами. Например, Ковалева Валентина и Стенина Марина обратились к ней с просьбой улучшить жилищные условия. В обоих случаях будет проведена межведомственная комиссия по обследованию домов, по итогам которой администрации поселений примут соответствующее решение. Комиссия дает заключение. И, собственно, у вас на лето хорошее время понимать, что происходит. Либо ремонт, либо расселение. Максимович Наталья пришла на прием к Пушкиной повторно. Она 25 лет стоит первой в очереди на переселении из общежития. Оксана Викторовна хорошо знакома с историей этой женщины. Депутат Госдумы подчеркнула, что держит эту ситуацию на контроле. Я как бы буду с ними ругаться, затеваю борьбу за вас. Есть еще пару таких, ну, обнадеживающих у меня дверей, куда можно будет донести. Личные приемы депутата Государственной Думы Оксаны Пушкиной проходят в последнюю неделю месяца. Записаться на него можно в здании волейбольно-спортивного центра.